Вопрос безопасности, конечно же, в детских домах, он один из важных. Это вопросы техногенной безопасности, противопожарной безопасности, безопасности в целом детей. Мы понимаем с вами и видим в средствах массовой информации, что достаточно часто возникают те или иные скандалы, которые заканчиваются возбуждением уголовных дел. Ну и, собственно говоря, достаточно много вопросов в детских домах связано с безопасностью. Часто сталкиваюсь с ущемлением прав детей, которые воспитываются в этих особых детских учреждениях. И, конечно, как правило, они не имеют возможности напрямую обратиться к правозащитникам. И мы как-то опосредованно узнаем о тех проблемах, которые возникают. И для того, чтобы даже получить доступ в детский дом, необходимы какие-то инструменты. Первое — это направление 481-е постановление. Мы смотрим, насколько соответствует все, что сейчас есть в детских учреждениях, тому, что прописано в так называемой реформе детских домов. Мы называем 481-е постановление. Но и самое главное, что далеко не у всех это соответствует. Понятно, мы ищем причины, почему и что, и каким образом мешает тому, чтобы это соответствовало 481-му постановлению. Второе направление — это безопасность как раз то, о чем мы говорим, когда что-то происходит в каком-либо учреждении. Почему это происходит, почему у нас гибнут дети или что-то случается насильственного характера в учреждении. Третье направление — это интернет-мониторинг. Сейчас очень большое количество есть волонтеров, которые в интернете мониторят ситуацию, отслеживают, что происходит с детьми в учреждениях благодаря сайтам, фотографиям, которые сейчас размещены всегда в открытом доступе. И мы на эти призывы очень остро реагируем. Только сегодня вышла статья в «Известиях» по поводу всего того же самого в Екатеринбурге детского дома, где и утонула девочка, и где мальчик выпал из окна и так далее. И мы отправили запрос очередной в прокуратуру, чтобы им уже более плотно занялись, и на телефонной связи с местным полномочным постоянно. То есть интернет-мониторинг, и те люди, которые в интернете смотрят на даже элементарно детские фотографии в базах данных, как они меняются и что происходит с детьми, это тоже очень-очень важное направление, и про него не надо забывать. Хочу отметить, что на сайте общественной палаты в настоящий момент мы собираем все практики общественного контроля в этой сфере. Это делается в профильной комиссии. Собираем, также будем туда выкладывать все законодательные акты субъектов, которые уже приняты по общественному контролю внутри регионов.